По последним данным, в 10 районах Мордовии заболеваемость на 100 тысяч населения выше среднереспубликанского показателя. Эти данные были озвучены на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом. Там же было объявлено, что сейчас в республике около 2000 человек с ОРВИ и легкой формой пневмонии проходят лечение амбулаторно. Впереди у нас крещение, святой праздник, многие его традиционно проводят. Каким образом сбор людей, купание, как это будет, с учетом каких факторов, я тоже прошу, чтобы было отражено, особенно в вашем докладе. Задача правительства Мордовии и глав муниципалитетов, как и прежде, обеспечить готовность к прогнозируемой пока, коллеги, никто не утверждает, прогнозируемой пока, новой волне. Сейчас федеральный центр требует от регионов быть готовыми к молниеносному развертыванию коек. Медики ожидают новую волну омикрон-штамма. Врачи ждут вспышку заболеваемости и готовятся мобилизовать все силы. По словам министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, нагрузка на медиков будет колоссальной. Мы отрабатываем смену института. 500 студентов-медиков будут в качестве врачей-стажеров, в качестве помощников на аудиоконтроле, в качестве волонтеров-медиков для доставки лекарственных препаратов. Мы переходим на круглосуточный режим работы при возрастании вирусной нагрузки и заболеваемости, работа кол-центра, увеличим количество рабочих мест. Сейчас это готовится. Кол-центр будет работать и в каждой поликлинике. Увеличим количество сотрудников на аудиоконтроле. Сейчас система здравоохранения Мордовии готовится к встрече омикрона. Специалисты внимательно отслеживают динамику распространения штамма в разных странах и прогнозируют его возможное появление в республике. Если ситуация в нашей стране будет развиваться по сценарию, как в Европе, то за три недели заболеваемость выросла там пять раз. В России, соответственно, ежедневно будет заболевать 100 тысяч человек. А если перевести на число в республике, это 300 человек. По мнению главного внештатного эпидемиолога Михаила Чумакова, штамм омикрон изменит эпид-обстановку в регионе с катастрофической быстротой. Люди переносят это заболевание легче, но и степень его заразности выше. Евгений Волков, Наши новости.